Стоит ли стрелять через кусты? Мишень мы поставили плотно к кустам Тут не видно ни хрена Четко десятка Мы на охоту его не берем с собой, то и остаемся без мяса Зачем нам нужно такой большой ассортимент оружия? Разные карабины, разные калибры Ну что, поехали У нас первая получается полуоболочка, вторая оболочка и в такой последовательности продолжаем Насколько уйдет пуля, насколько изменится ее траектория Ни одной дырки Так, я хочу побыстрее отстреляться, свалить мне надо в баню Получается это лидер на данный момент, правильно? Пока да Пуля боком вошла Вот такая здоровая котлета Момент истинный, как говорится Интересно Интересно Здорово! Привет! А ты что, не летаешь что ли сегодня? Погода не летная Погода не летная? Ну вам, паркуйся тогда Непривычный тебе, наверное, за рулем Не, нормально Нормально? А этот рычаг не ищешь? Привет, дружище, мы опять здесь, в Костроме Это уже место стало легендарным для наших тестов во время коронавируса Мы никуда не ездим, к сожалению, не показываем заводы, другие выставки, которые отменены Здесь у нас как можно больше разных тестов Смотри, стреляй, подписывайся на канал А мы дальше вам расскажем про очень интересный сюжет, который появился и организовался у нас благодаря нашему разговору с Мишей Хочу, Миш, тебя представить, привет Привет Миша, это заядлый охотник, фанат, который уже много-много лет занимается и оружием, и охотой, и организацией, и всем остальным Мне кажется, ты меня сейчас перехвалишь, Андрюш, перехвалишь А я тебя не хвалию, я говорю, что твое увлечение, правильно? Ну мы все увлечены, конечно, согласен Кто-то девками, кто-то охотой, да? Лучше тем и другим Расскажи, ты давно начал лучше охотиться? Уже у меня 15 лет получаться, Сташ А сколько у тебя сейчас в твоем арсенале стволов? Сейчас у меня два нарезных, одно гладкое и еще травмат Мы с тобой разговаривали как раз в бане, как можно стрельнуть и стоит ли стрелять через какие-то препятствия, например, кусты, дерево или еще что-то Мое мнение, это, конечно, не очень хорошая затея, стрелять через препятствия, потому что каждый охотник профессиональный знает, что цель должна быть Точно, ясно, видна, потому что из-за этого происходит очень много происшествий на охоте, да? Я со своей стороны стараюсь не стрелять через кусты Не потому что, допустим, я не вижу цель, я не вижу зверя Я вижу зверя, но чтобы не бегать за подранком потом, чтобы был эффективный выстрел И стараюсь не стрелять Кустарник, и с первого раза теперь падал Добыт, добывали, зверя Да, добыт Причем у нас, у меня мой один товарищ специально заряжает своего тигра через патрон То есть один патрон заряжает острый, то есть оболочку, вторую без оболочку Оболочку без оболочки Для того, чтобы если придется стрелять через кусты, он считает, что оболочка летит эффективнее Чтобы разобраться в этом вопросе окончательно, Миша, я тебе предлагаю протестировать это все А вам посмотреть и для себя сделать выводы Стоит ли дальше стрелять через кусты, насколько это эффективно и получится ли добыть зверя в таких условиях Я специально попросил Сашу Жареного подготовить тестирование, разные виды оружия Спасибо тебе большое, привет Привет, привет Саш, зачем нам нужно такой большой ассортимент оружия? Какие калибры патронов ты выбрал и почему именно эти? Самые, грубо говоря, популярные От самых шустрых до самых убойных И предлагаю начать с Ремингтона 750-го, это американец, полуавтомат У него цена по карте Охот Актив 108 990 рублей 560-й ствол, а калибр у этого Ремингтона 243-й вин Ого 243-й вин, чем характерен? У него очень хороший гидродинамический удар Очень высокая скорость Вес пули здесь 6 грамм Но она очень убойная, потому что достигает скорости примерно 900 метров в секунду Очень быстрый, очень настильный патрон Посмотрим, как он поведет себя с препятствиями Дальше, конечно, я взял самый распространенный Калибр, это 308 винчестер И будем стрелять мы из Собати Скаута 110 тысяч рублей по карте Охот Актив Приятный карабин тем, что это, грубо говоря, готовый комплекс для загонных охот У него здесь есть регулируемая щека Магазин на 8 патронов И еще, что я к нему добавил Это новый коллиматор Ремингтон РМ HD107 Коллиматор открытого типа Он легкий, не придает дополнительного веса карабину Не мешает и с него очень удобно прицеливать Давно хотел попробовать именно этот коллиматор Который мы специально разработали Привезли для наших пользователей Насколько он качественно будет работать на этом карабине Он стоит 9 990 рублей Ну, конечно, по карте Охот Актив Вообще пользуется на охоте коллиматор? На загонной охоте Когда зверь может выйти близко Лучше И использовать, конечно, коллиматор, чем оптику Потому что угол обзора значительно лучше И ты можешь целиться обоими глазами Смотреть на цель Сквозь него И у тебя точка будет проецироваться И патронами, которыми мы будем стрелять Из 308-го калибра Это у нас будет НПЗ Экстра Оболочечная пуля И будет охотничий профиль Пуля СП 180 Грейн Компании Фьёки Саш, я смотрю, ты не только эти карабины принёс Ещё взял ВСС тоже С коллиматором Знаешь, короче, мы тут за кадром Пока съёмка начиналась Нам пишут в комментариях, Саня, говорю Кто покупает эти ВСС Они беспонтовые Знаешь, что он на это сказал? Да Я купил Ну мне, если честно, очень нравится это ружьё Очень Он интересен здесь только с точки зрения калибра Это 366 ТКМ У этого ВССа выполнен ствол в Ланкастере Как раз под этот калибр Сам ВСС, чем он удобен Мы уже это неоднократно показывали То, что он компактный У него нет абсолютно отдачи Потому что, грубо говоря, вектор отдачи Приходится чётко в плечо И минимизированы подбросы И здесь установлен коллиматор Ремингтон М1 Тоже закрытого типа С возможностью регулировки яркости светового пятна Коллиматор стоит 10 990 рублей Само ружьё здесь Оно стоит 84 990 рублей Также по карте Охот Актив А ещё скажи мне Вот этот вот ствол Достаточно толстый Является ли это каким-то подобием ДТК? Нет, он не является Потому что это идёт полная имитация Да, как бы здесь идёт во всю длину Этого модератора идёт ствол Можно пользоваться этим карабином В таком состоянии Он становится ещё легче Ещё меньше, ещё меньше, ещё легче Так, а патроны будем использовать Фирмы Тих Крим Это FMG-2 Посмотрим, постреляем Так, ну и что у нас на десерт? Это ровер 870 В калибре 30.06 Тоже очень распространённый охотничий калибр Здесь установлен прицел Риммингтон Японская оптика Знаем Японская Делана в Японии Позволяющий стрелять как на короткие дистанции Так как у него есть настройка приближения единицы Он при включённой подсветке Грубо говоря, заменяет коллиматором Но когда тебе нужно прицелиться, да То уже выкручиваешь регулировки увеличения Тоже стрелять на дальние дистанции Это компания Собатти Передаём ей привет Ролик, как мы посещали этот завод Вы можете посмотреть вот здесь Как делаются и Собатти И делаются Гагарины И делаются остальные карабины На этом легендарном заводе Всё для нашего российского рынка Ну а ровер Это такая классика этого завода Очень востребованный Нелюбимый нашими охотниками российскими Зарекомендовавший себя С высокой точностью И качеством исполнения этого изделия И сколько он стоит у нас? 73 990 рублей по карте Охот Актив Заметьте, друзья, даже после подорожания Цена незначительно изменилась А сам прицел загонный Он стоит 24 990 рублей Патронами, которыми будем стрелять Здесь ровер 870, а также Фьёки С пуля 180 грейн, СП Так, здесь у нас ещё представлен Вепр В Ланкастере, да? Да, калибр 9,6х53 Довольно-таки убойный Но идёт по гладкой лицензии Друзья, я ещё хочу обратить ваше внимание На то, что вот здесь очень удобный Пластиковый приклад Вот именно комплекты этих прикладов Есть только в магазинах Охот Актив Вы можете, если у вас бушный приклад Он поцарапался Либо вы хотите пистолетную рукоятку Он очень удобный Вкладывается просто идеально Он подгоняется Мягко затыльник здесь Так что вот, друзья, вы получаете Пластиковый приклад Цевьё Фурнитуру для того, чтобы снарядить Свой карабин новым обвесом Да, и всё это будет стоить По карте Охот Актив В районе 7500 рублей Пишите мне в Инстаграм В Директ Либо здесь В комментариях И мы вам всё вышлем Либо звоните в магазины Но лучше через меня Мне приятно с вами общаться Мне интересно ваше мнение А это формирует у меня Дальнейшие возможности развития Спасибо вам большое За то, что пишете Так, ну что Давайте продолжим А чем мы будем стрелять? Из этого ружья мы будем стрелять Патронами Тех Крим 9.6 на 53 Пуля 15 грамм Она, грубо говоря, Эпивалентна как вот нарезному 9.3 на 62 Следующий у нас Надстрел Это самый распространённый Калибр, который используют Вообще почти все охотники Но всё равно тоже интересно Как он борется с препятствиями Это у нас 12-й калибр И 12-й калибр Мы будем испытывать С помощью ружья Отто Пегасус С пулевым стволом С коровкой Это новое газоотводное ружьё Компания АТА Специально Антикризисное Вот, оно дешевле, чем инерционка Комплектацию вы всё видели В предыдущих сериях Миш, вот из какого карабина Во-первых, хотелось бы тебе стрельнуть Больше всего И какой прогноз ты мог бы дать Насколько уйдёт пуля Насколько изменится её траектория Я бы, конечно, хотел Что-то взять в моём калибр В котором я охочусь Это 300-3006 Соответственно, в этом калибре У нас один карабин представлен А что касаться прогнозов Мы как раз это и узнаем сегодня Ну что, хватаем Погнали На огневой рубеж Давай Нам туда, где в прошлый раз Вылетали утки Здесь из нарезняка Сейчас утку подтрели Что? Я? Вообще легко Ну что, мы пришли на рубеж Саш, давай инструктируй Как мы будем стрелять И руководить процессом Да, сначала пойдём посмотрим Нашу мишень Где она установлена Специально взяли такую мишень Что приблизительно была равна Убойному месту у животного Ну, грубо говоря, где-то 40 сантиметров В диаметре она получается В общем, рубеж у нас чуть-чуть нестандартный Мишень мы поставили В плотных кустах Мишень будет выглядеть вот так всё ещё И как раз мы определим По попаданиям Зону поражения Да, зону поражения До номера 6 линии Откуда мы стреляем И какой уровень плотности именно кустарника Так, первая площадка вообще Нулевая плотность Продемонстрируем, что у нас оружие пристрелено На этой дистанции И покажем, куда оно у нас бьёт Куда вообще Выстрел без препятствий улетит Второй выстрел У нас будет Отсюда где-то примерно 50%, ну 50-40% у нас мишень скрывается За ветками Ну и самое-самое сложное Ну мало кто из такой будет стрелять Это вот как раз с этого рубежа Здесь процентов 70-80 закрыто Ну так вот, когда раздувает, ну очень слабо Миш, как ты считаешь, вот именно вот по этой плотности Я бы не стал стрелять, допустим Мишень я вижу, но стрелять не буду однозначно Мы специально взяли такой рубеж Для того, чтобы посмотреть, как меняется траектория пули При движении через кусты Ну что, несколько уровней плотности Несколько калибров Нормально Это нужно оставить обязательно Три уровня сложности Разные карабины Разные калибры Ну что, поехали Так, я хочу побыстрее отстреляться Свалить мне надо в баню А что, Миша, не возьмешь баню что-то? Миша, потом подъедет Поставь мне вот этого На самой змеи С каждым прицелом Обещал 306 Это же мой калибр У меня в руках Ремингтон 750 Последние остатки До санкционные Так что, друзья, обратите внимание В магазинах охот актив Они еще есть В небольшом количестве Осталось 5 штук Калибр 243 И ремингтон Естественно Ага Смотрим Восьмерка Восьмерка? Вот так вот От центра В бойме, место Все нормально Здесь видно Но кусты уже сильно мешают И на самом деле Я бы выжил Когда зверь выйдет Но Очень много нетерпеливых Адреналин играет И вот он Зверь Встал За кустами И не хочет никуда идти Что думаешь, попал? Девятка Ну, еще лучше даже Лучше даже Стараюсь Это говорит о чем Что, практика? Там, где не видно Вообще В десятку попадешь Ну что, поехали Теперь через кусты Тут не видно ни хрена Будем стрелять на Абум Пусто Ни одной дырки От третьего выстрела Ну что, Саш? Третий выстрел Не попал в мишеч Вот так вот, да? Ну это о чем говорит Что через плотные кусты Двести сорок третий калибр Лучше не стрелять Изменение траектории Будет гарантировано Миша, ну давай Ну, следующий Собати ровер Сам охотишь С калибром 306 Поэтому мне интересно Будет посмотреть Как ведет себя боеприпас Именно в таком калибре У меня в любом случае Бот преимущество Перед Андреем У меня прицел И даже на закрытой площадке Я буду лучше видеть мишень Я так предполагаю Ну что, куда? Ну я думаю, что Немножко левей Куда вышла Левей? Левей, девятка Да, девятка Ну, второй рубеж Я мишень прицел Вижу отчетливо В принципе Индифицировать можно свободно Стал бы стрелять в такую Ну, наверное А сейчас и узнаю Пуля боком вошла Боком прямо, да? Да Боком Это что означает? Ну она ударилась об ветку Ее развернула и боком пробила Серьезно? Даже так Третий Сейчас посмотрю Ну, мишень тоже вижу Я думаю, что Индифицировать зверя можно Есть возможность Но стрелять бы я не стал Ну что, Сань Было попадание? Есть Но тоже очень интересная дырка Ну-ка, показывай Ну, то есть О чем говорит? 300.06 Судаки что-то может 300.06 может, да Вот у нас Грубо говоря Первое Все чистенько Аккуратненько Второе попадание Овальное А вот это почему-то такое А это третий Я думал, это третий А потом Присмотрелся Вот это третье попадание Пуля вошла боком Она начала кувыркаться Ее, грубо говоря Ветки дестабилизировали И она начала Вот так вот Вращаться Кувыркаться То есть Подранок будет Стопроцентный Да Бежит Бежит Тогда получается Уже со второго выстрела Идет подранок Когда Небольшие кусты Пуля начинает Кувыркаться Но при этом Траектория Ее сохраняется И здесь Такая же история Происходит Через густые кусты Да Мы не будем Рассказывать Версии Которые могли бы быть Да Мы говорим о том Что мы имеем сейчас А сейчас Мы имеем то Что пуля коком Вошла в мишень Но достаточно Точно Миша Стрельнул У меня так Не получилось Молодец Преимущество Прицел В любом случае Имеет место Потому что Я мишень видел Поэтому И попал Со второго рубежа Если подобная была У меня ситуация Стрелять бы я не стал Я возьму 308 калибр Забатьте Ровер Каут Больше всего Мне интересно Конечно Стрельнуть Из ремингтоновского Коллиматора Как он себя проявит Испешкой будем стрелять Или fmg попробуем Стреляем Испешкой Да Испешкой Все стрелять А потом На третьем рубеже Еще fmg возьмем Может со второго Так подождите Давайте мы сначала С вами расскажем Что такое СП Что такое fmg Да я знаю ваши Эти охотничьи Бестаграмма Ты это не разберешь СП это Софтпойнт Софтпойнт Соответственно Мягкий наконечник Значит При появлении Каких-то препятствий Пуля просто Напросто Начинает разворачиваться Оболочка Стекать По бокам И она Пуля начинает Увеличиваться в диаметре Тем самым Увеличивая площадь поражения Отдает всю свою энергию Объекту А fmg Это full metal jack Полностью Оболочечная пуля Без всяких Полостей И тому подобное Она очень хорошо Себя ведет На пробивание Каких-нибудь препятствий Оболочка Или в простонародье Шилы ее называют Ну за ее пробивную способность А такую Полуоболочка Ты шилом будешь стрелять Или полуоболочкой Сначала полуоболочкой Вот Для того чтобы посмотреть Потому что в большинстве Охотники стреляют полуоболочкой Для того чтобы увеличить площадь поражения И чтобы было меньше Подранков А на третьем рубеже Мы стрельнем И тем И этим патроном Погнали Погнали Можно? Да, все Пойдем А вот 308 Такой резкий калибр Да Резкий 308 Девятка Девятка Неплохо Ладно Это глядачок Что стабильность Признак мастерства Друзья Ветер стих Я чувствую Ветер стих Да, да Вот что Делает коллиматор Второй рубеж Мишень видно Силуэт Нет попадания Нет Нет, да Я острый хочу попробовать Прямо на этом рубеже И заодно проверим теорию Нашего общего друга Который заряжает Через патрон Семерка О Попадание было Сейчас мы попробуем Протестируем Может все-таки Это я Закосил Потому что Мне было на самом деле Неудобно стрелять Первый раз Все будет известно Уже на этом Третьем рубеже Видно чисто только Силуэт И то он Постоянно скрывается От движения ветра От кустов Сейчас полуоболочка была Шило будет следующее Восьмерка Восьмерка Значит До этого Я просто сам Замазал по мишени Потому что Мишень было видно Очень плохо Мне очень прикольно Стрелять С открытого коллиматора Потому что На самом деле У меня такого прицела нет Я считал Что это Лишний какой-то понт Но сейчас Своё мнение Даже я Поменял Удобная Очень пистолетная Рукоятка Это на самом деле Удобно Саш Ну чё Первый выстрел У нас был Рядом с десяткой С второй позиции Первый выстрел У нас ушёл Второй выстрел Вот попал У нас семерку Третья позиция Первый выстрел У нас вот такая Слегка овальная Такая пробоина Образовалась И потом Второй выстрел С третьей позиции Хороший выстрел 308 калибр По кустам Работает лучше Да Как показал В принципе Мне кажется Зависит всё-таки От скорости Боеприпаса Потому что На 30.06 Скорость Всё-таки Метров на 70 На 80 Побольше Чем У 308 И из-за этого Ну нарушить Траекторию 30.06 Мне кажется Попроще Даже будет Чем У 308 Шила Или оболочка Летит лучше Через какие-то Препятствия Чем Полуоболочка Значит Твой друг Делает правильно Что Заряжает Через один Патрон Совершенно верно Не зря же он Окончил Вашу академию Химической защиты 306 Ванкастер Громко Громко Шестерка Шестерка А куда метился Ну Метился По центру Ну С руки Мог и дернуть Немножко Так На самом деле Отдачи Не чувствуется Ну Звук Сами Слышите Вачмерка Фактический Прицел Гораздо Лучше Было Видно Мишень Чем Коллиматор Ну Попробуем Старался Стрелять Когда кусты Раздвинутся Выбирал Момент Вот у нас 366 Как отработал Первый выстрел Вот он Пришел Шестерку Второй Выстрел Ближе К центру И на третьей Позиции Выстрел Пришел У нас Седьмой Линию Немножко Прицел Видимо Занижает Сами Выстрелы Достаточно Точные Из-за того Что Пуля Тяжелая Хорошо Проходит Через Любые Кусты Даже Достаточно Плотные Получается Это лидер На данный Момент Правильно Пока Да Из Ланкастера Через Кусты Стрелять Более Лучше Немножко Саня Никто Никто Не Жалеет Поэтому Стреляешь Из Гладкого Пулевыми Патронами Где Пожестче Да 40 Граммовая Пуля Ух ты Ничего Себе 12 Калибр После отстрела Отпуск Отпуск До утра Увольнительная Называется Это наш отпуск Так Я на первом Рубеже Сейчас Посмотрим Куда У нас Летит Без Всяких Преград Девятка Увидел Да Видишь Так Вторая Площадка Опять Та же Пуля Хорошо Вскриннул Хорошо Пуле Поспал Ее Хрен Сдвинешь Спустила Да Смотри Кусты Как прошла Все Перегородки Даже Пулевые Хрен Сдвинешь Ее Такую Огромную Пулю Посмотрите Какие Кусты У нас Смотрим В стороне Все Видишь Ну да Разрядили Немножко Нашими пулями Срезаются Ветки Да Как после наших Тестирований Здесь Немножечко Парагеет Я смотрю Со второго Как попало Я не увидел В семерку В семерку Ну что Третий Третий Первый Выстрел У нас Пришел Сюда В зону Номер Девять Потом Мы попали В восьмерку И третий Выстрел Через Самые Кусты Мы попали В десятку Так Не понял Это что Такое Получается Вывод Мы на охоту Не берем С собой То оставимся Без мяса Я могу Сказать Что вот Здесь Видно Что пуля Начала Кувыркаться Ну такая Уже Дорваная Будет Подранок На третьем Выстреле Или нет Нет Если попадание Будет Такое Точное Подранка Конечно Не будет Двенадцатый Калибр Крупная Пуля У меня Складывается Такое Впечатление Чем тяжелее Пуля Тем сложнее Кустам Изменить Траекторию Имейте Это Ввиду Ну что Вепр Я хочу Чтоб Своё Впечатление Сказал Наш Опытный Охотник Михаил Миш Постреляй Как тебе Именно На вепре Этот Обвес Попробуем Давай Патроны Будем Стрелять Кладкасер 9,6 На 3 Масса Пуля 15 Грамм Вот такая Здоровая Котлета Чем тяжелее Тем Проще Телу Сохранять Свою Скорость Видимость Отлично Попробуем Ромка Ну что касается Обвеса Достаточно Удобен Конечно Пластик Жесткий Но В руку Ложиться Хорошо Стрелять Комфортно Я думаю Что есть Смысл Поменять Дерево Убито На этот Новый Обвес Тем более Он стоит Всего 7500 Рублей Как заявляет Андрей Строй Рубеж Попробуем Что у нас Получится Нет попадания Давай еще раз С этого Рубежа Потом Дозарядимся Держи Наушники Десятка Предыдущая стрельба Видимо Немножко Подразрядила Кусты Мишень Видно Объективно Лучится Чем Когда я Стрелял Второй раз Стрельной порядкой Очень удобно Руку ложится Хорошо Затыльник Мягкий Достаточно Страшно Ну все Как Третий Выстрел Все Три лося убиты Три лося убиты В общем Первый выстрел Ну пришел Все сюда Второй Выстрел Со второго Рубежа У нас В десятке И с третьего Рубежа Чуть выше Восьмерки Ну чуть-чуть Увело Грубо говоря Но это Из-за того Мне кажется Что ее середину Определить Это мишень Уже Трогновато Было Ну это Очередной раз Говорит о том Что лонкастер Очень хорошо Себя показал При стрельбе Через кусты Ну и конечно Меткий глаз Миши Главного Охотника Не так больше Метки Если честно Да но Миш как ты думаешь Наш тест Достаточно Был Информативный Или ты что-то Добавил Я бы хотел еще раз Сделать по несколько выстрелов С 308 калибра Поскольку Из нарезных У нас показал Лучший результат Чем 30.06 Например И чем 243 Сделать по два выстрела Оболочка И пол Давай тогда Это сделаем Дожмем эту ситуацию Для того чтобы Выводы у нас Были более информационные Давай Обычно заряжаешь Первую пол оболочку И потом Если Зверя бежал В кусты Начинаешь Стрелять Тем что Заряжено Все У нас Первая Получается Полуоболочка Вторая Оболочка И в такой Последовательности Продолжаем По каждому Вяжу Рывка Вот прям Под десяткой Я понял На 6 часов Вообще На этом рубеже Можно было Одним патроном Бойтись Но раз Она заряжена Вяжет Получая Здесь Все Около десятки Все Около десятки Сейчас Значит Средний рубеж Пуля Полу Оболочка В предыдущем Тесте Она у нас Полетела Плохо Четко десятка Десяточка Это какая Была пуля Это была Полуоболочка Под десяткой Ну и Сейчас Момент истины Как говорится Момент истины Для Для Триста Восьмого Была Полуоболочка Через Густые Кусты Десятка Десятка Так Сейчас Оболочка Так Называем Ошила Все Интересно Интересно Ты уже Триста Восьмой Реабилитировал Ну что Какие результаты Миша Сделал по два Выстрела С каждого Рубежа Миша Ты прогрессируешь На глазах Да Ты сам сказал Практика Бажнее всего Но Шестого Выстрела Это у нас Был выстрел С третьего Рубежа И мы Не нашли Ну что Какие выводы Ты сам Для себя Сделал Ну первый Вывод Конечно Если ты не видишь Цель Дичь Лучше не стрелять Не надо Рисковать Но Вариант Нашего Товарища Заряжать Оболочку С полуобоской Чередировать Может иметь Место Своё Ну что Мы постреляли Из шести Разных Видов Оружия Из гладкого Нарезной В тридцать Восьмом Калибре Вепр Ланкастр Ещё Один Ланкастр 243 Калибр И 3006 Большое Спасибо Миша Что приехал Поддержал Поделился Опытом Саш Твои Выводы По тому Тесту Который Мы сделали 243 Он Очень Нестабильный Калибр Из-за Его Высокой Скорости Из-за Его Лёгкой Пули Но Самые Хорошие Всё-таки У нас Получились Результаты На 9.6 На Ланкастерах Которые Девятки Пули И На 12 Калибре Всё-таки Форма Пули И её Масса Всё-таки Очень Хорошо Влияет Так что Ключевым Показателем Является Вес Пули И Скорость Движения Пули Через Препятствия Стрелять Нужно Обязательно В цель Которую Ты видишь Отчётливо Ясно Вот Чтобы Не было Никаких Сомнений Но При этом Знакомого Чередовать Оболочку С полуоболочкой В магазине Имеет место быть Да Объективность Этого теста Остаётся На вашем Осмотрении Мы Каждый Сделали Свои Выводы Если Вы Что-то Расскажете Нам Расскажете Какие У вас Выводы Пишите В комментариях Я всё Читаю Это Помогает Нам Развивать Нашу Общую Тему Оружейную Стрелять Охотиться И любить То Дело Которым Мы Занимаемся Спасибо Вам Большое Подписывайтесь На канал Смотрите Нас Дальше